Поминальный звон в честь Тамары Степанской. Сегодня утром не стало выдающегося лектора, основателя факультета искусства ГУ. Отец Георгий под ее чутким руководством писал докторскую диссертацию. С ней встретились, помню, в архиве какая-то была выставка. Она меня пригласила, говорит, приходите, давайте пообщаемся. Она консультировала меня, подсказывала, какие-то тексты мои высматривала, редактировала правила и в итоге получилось. Биолог по первому образованию, случайность искусствовед по второму делу всей ее жизни. Первые шаги в большое искусство Тамара Михайловна делала не за университетской кафедрой, а в стенах художественного музея, где еще совсем юной девушкой. Она доступным языком писала рассказы о картинах. Раритет ее уже, наверное, даже трудно где-то отыскать. Вот как раз составитель Тамары Михайловны Степанской, ампиграфом она делает стихотворные строки, в частности Блока. Вообще, Тамара Михайловна очень любила поэзию и сама писала стихи. И вот, наверное, такой человек, который может писать стихи, который вот так тонко чувствует искусство, живопись, архитектуру, музыку. Только такой человек с такой тонкой организацией души может быть искусствоведом. Оставив музей, с головой ушла в историю архитектуры, оказала огромное влияние на многих и воспитала талантливых учеников. Общаясь с большим количеством творческих личностей, художников, она вела потрясающий диалог, никогда не давила, но всегда четко доносила свою позицию, всегда была готова помочь. Она же организовывала в созданной ею галереи универсум выставки не только профессионалов, но и множество художников, примитивистов там выставлялось, множество художников в области декоративно-прикладного искусства. Она дала просто многим жизнь в искусстве, когда раньше от них отмахивались. Душа Тамары Михайловны болела за сохранность архитектуры города. То, что происходило с сердцем Барнаула, сереброплавильным заводом, называла трагедией. И ничего не делают для восстановления, для реставрации. Но болела не только душа. Три последних года Тамара Михайловна сражалась с болезнью, но продолжала принимать последователей и друзей. Проводить в последний путь наставника придут многие. Дату и место прощания озвучат позже. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.